К этому я шел практически 8 лет. Но, в общем, эта боль достаточно серьезная. Мы не хотим вам платить, потому что мы можем такое разработать сами. Show me your money, так сказать. Покажите цифры. Каждая 20-я транзакция в блокчейне Биткоина в процессе вас знает. Мы знали, что делать. Как минимум, мы знали, ну, мы думали, что мы знаем, что делать. Ну, просто вовремя занялся хайповым делом. Друзья, всем привет! Вы смотрите Силиконовые Дали на YouTube. И, как всегда, мы пытаемся сделать классный, интересный и, самое главное, полезный контент. Сегодня у нас в гостях Максим Крубшев, CEO CoinsPaid, одной из лидирующих площадок для криптопроцессинга. И я уверен, этот разговор будет интересным, поэтому не переключайтесь. Максим, привет! Здравствуй, Владимир! Самое интересное, с чего все начиналось. И как ты лично познакомился с миром криптовалют? Я так понимаю, что примерно у нас в одно и то же время случилось. Я где-то в 15-16 году начал активно уже покупать биткоин, когда он стоил до 1000 долларов, существенно ниже. Как у тебя это произошло? Слушай, у меня произошло немножко раньше, в ноябре 2013 года, когда мы начали с ребятами майнить биткоины. Вот, то есть я видел биткоин вот как раз до 15-го. Он вырос до 1100, потом провалился до 150. Да, все застал. В общем, ты ups and downs еще тогда до массовой адаптации, до начала массовой адаптации принял на себя, да? Ну да, знаешь, многие говорят, что вот с 17-18 это был хайп, а я говорю, а был еще до этого. Ну а теперь, наверное, еще дольше, еще видели. А насколько ты считаешь, что сейчас удобство покупки, продажи криптовалют выросло за эти годы, вот с 13-го, с 15-го годов? Как это, насколько сейчас реально вот массовая адаптация действительно может, набирает оборот? Я бы сказал, намного лучше, чем было раньше, но все равно далеко от совершенства. То есть продуктов очень много стало и решений удобных действительно стало гораздо больше. Скажи, пожалуйста, а вот криптопроцессинг, если с обычным процессингом мы вроде бы как знакомы, в рамках там шести лет программы было много и квайринговых компаний, и процессинговых компаний, криптопроцессинг, что это, чем он отличается от классического? Слушай, да, многие его путают почему-то. Криптопроцессинг это прием криптовалюты, да, то есть здесь разница в том, что, ну, мы не принимаем деньги с карточек. То есть здесь вся идея в том, что клиент приходит в какой-то онлайн-бизнес, и у него уже есть какая-то криптовалюта, и этому бизнесу необходимо удобным образом принять эту криптовалюту, там, сразу сконвертировать мгновенно, принять быстро и так далее. Ну, слушай, ну, в принципе, тезисом же основным всегда являлось то, что нам не нужны никакие посредники. Что значит удобно принимать криптовалюту? Казалось бы, у магазина есть кошелек, у пользователя есть кошелек, переводить деньги, и все классно, здорово и приятно. Какие функции выполняет криптопроцессинг? Какое удобство, какой вэлью он добавляет? Да, дело в том, что онлайн-бизнес, он не может просто взять и поднять свои кошельки, точнее, он может в теории это сделать, но дело в том, что когда платежей много, он же не может всем повыдавать отдельные адреса, и потом это все как-то автоматизировать, сделать автоматический обмен. Если мы будем раскручивать то, как это сделать по-человечески, он сделает свой криптопроцессинг. Так вот, у нас роль такая, что у нас уже есть готовое решение, в котором эти все вещи сделаны, да, это централизованное решение, двигаемся ли мы, чтобы сделать такое же решение децентрализованно, да, но через какое-то время. Понятно, но расскажи, быть CEO или генеральным директором по-русски говоря, насколько это удача, потому что вообще много людей, много мнений говорят, ну тебе просто повезло, Владимир, и вот тебе ты, наверное, тоже слышал, ну просто вовремя занялся хайповым делом. Или все-таки это большая работа, большой период времени, который ты потратил, и с большими сложностями ты сталкивался. Так, как это на самом деле? Ну слушай, да, к этому я шел практически 8 лет, да, то есть, ну допустим, я стал CEO впервые в 2019, да, то есть я, ну там, к тому я там шел лет около 6. Вот, и дело в том, что, ну это в любом случае начинается с того, что ты чем-то просто заинтересовался, потом кто-то тебя называет специалистом в этом, кто-то тебя называет экспертом в этом, ну а потом тебе готовы платить деньги, готовы тебя брать в проекты, готовы тебе что-то предлагать для того, чтобы ты свою экспертизу там применил. Конечно же, быть CEO в стартапе, ну это скорее такой, ну стартаперский дух, знаешь, там нужно чуть больше креатива, чуть больше... Чуть меньше времени на сон. Да, чуть меньше времени на сон, вот, а когда уже, ну компания там 100 человек и выше, ну это уже другой CEO, то есть я вижу по себе, что вот, ну мне нужно на разных этапах быть просто разным руководителем, оставаться идейным вдохновителем, но руководить и общаться с людьми по-разному, потому что методы, которые работали в компании в 5 человек, могут не работать, ну когда человек 20, а потом перестают работать, когда 100. Макс, расскажи пожалуйста, насколько конкурентный этот бизнес, потому что вроде бы вход на блокчейн рынок достаточно простой, да, есть огромное количество документаций, понятно как что поднимать, действительно ли это так, действительно ли легко поднять, например, свой криптопроцессинговый бизнес и как вы начинались? То есть это была боль, это была просто бизнес-возможность или хайп? Да, не хочу, не хочу никого испугать с самого начала, но в общем эта боль достаточно серьезная и с виду действительно все выглядит гораздо проще, посему мы видим много стартапов, которые там говорят, что у нас есть криптопроцессинг, но как правило эти проекты там не растут сильно или там даже не остаются на рынке достаточно длительное время. Ну немножко примеров там из жизни, да, бывает такое, что приходит какой-то большой клиент и он говорит, ну мы не хотим вам платить, потому что мы можем такое разработать сами. Ну я им привожу примеры там, что у нас эта разработка заняла там примерно миллион евро, вот, что мы знали, что делать, как минимум мы знали, ну мы думали, что мы знаем, что делать. То есть если это делает тот, кто еще и не знает и никогда не делал, ну это еще больше. Время выхода на рынок, ну это тоже достаточно критично, то есть как правило если приходит бизнес и говорит, ну мне работать с провайдером, либо разрабатывать свое, ну то я всегда говорю, что лучше начни работать с кем-то, пойми, что тебя там не устраивает и если ты считаешь, что ты платишь сильно много, разработай свое. Те ноды блокчейновые, которые есть там на гитхабах, все официальные версии там биткоинов, эфиров и так далее, они из коробки как правило не работают. То есть если у тебя две транзакции в день, не вопрос, там все замечательно, все синхронизируется, если там где-то раз в день что-то поломалось, системный администратор это запустил заново и все работает. А если у тебя транзакции десятки тысяч в день, ну там тебе нужно уже, чтобы никто ничего вручную не перезапускал и для того, чтобы там какие-то логики кастомные у тебя там работали. Поэтому с виду это выглядит гораздо проще, чем это есть на самом деле и эти боли не прекращаются. То есть с развитием экосистемы, объемов, там какой-то креативных апдейтов в блокчейнах, креативных юзеров, которые шлют что-то через кастомные смарт-контракты, ну все всегда нужно поддерживать, улучшать, переделывать. Я тебя полностью поддерживаю, даже огромные игроки крипторынка, ну большие биржи, не будем называть их названия, они, кстати, были у нас в гостях некоторое время назад, тоже используют сторонние сервисы. Это вполне себе рабочий инструмент даже для больших игроков, которые миллиарды долларов, обороты месячные или даже больше. Скажи, пожалуйста, сейчас мода такая на экосистемы, я знаю, что вы строите свою экосистему, а в чем ваша экосистемность заключается? Наверняка вы доставку продуктов за крипту сейчас не введете, как экосистемные российские игроки, например, делают. В чем экосистемный подход CoinSpade? Ну здесь, ну многие другие экосистемы, они скорее идут из трейдинга, ну как правило, да, то есть это, ну самые большие бизнесы в нашей сфере, это как правило криптобиржи, да, это не обменки, это не кошельки, а это именно криптобиржи, которые и диктуют уже условия, потому что там много юзеров, большие объемы, большие заработки, большие возможности к инвестированию. У нас экосистема немножко в другом плане, мы все-таки начинаем с B2B, то что немножко нестандартно, то есть мы в основном B2B решения, мы работаем с онлайн бизнесами. Вот, и тут у нас инструменты для создания экосистемы, это еще больше ублажить наших клиентов. Таким образом, предоставив их ритейл клиентам удобные инструменты входа в крипту и потом обвязать взаимодействие наших мерчантов, так называемых, и их юзеров внутри одной экосистемы, что даст им мгновенные переводы, переводы без комиссий, а также рекуррентные платежи, не знаю, как это называется по-русски, но это регулярные платежи по подпискам. Да, которые по подпискам. Это в крипте не делал еще никто, потому что ни у кого нету много мерчантов, которым это нужно или нету большого кошелька. Это такой сладкий кусок на самом деле, да, вроде незаметная транзакция уходит каждый месяц. Я вот, например, с одним образовательным проектом на 200 долларов у меня раз в год в неудобный момент для меня списывается, и я удивляюсь. Ну а для маленьких платежей действительно удобные клиенту, получается, площадки. Это ваше такое ноу-хау, да? Ну, первое мы сделали. Да, это то, куда мы движемся, то есть мы это уже разработали, мы сейчас в процессе пилотных запусков с несколькими клиентами. Это, собственно, нам даст возможность работать с теми платформами, которые работают только по подписке, и ранее для них крипта была закрыта, потому что никто такого не мог предложить. Ну хорошо, поговорим, кстати, в следующем блоке про цифры, потому что хочется show me your money, так сказать, покажите цифры, как вы растете, сколько у вас клиентов и насколько динамичный является ваш бизнес. Максим, давай поговорим все-таки про конкретику. У вас достаточно большой объем операций, которые происходят регулярно, и вы растете. Чем можешь похвастаться? Ой, слушай, несколько вещей, которыми я очень горд. Давай сразу вот про конкретную цифру ревенью бизнеса. Поскольку мы работаем с блокчейном, то в нашей сфере принято эти цифры не скрывать. То есть в 2019 году у нас было четверть миллиарда евро за год. То есть 250-260 миллионов. В 2020 у нас был миллиард с четвертью уже евро. И в 2021, сейчас вот июль, начало, у нас уже больше полтора миллиарда евро оборотов. На какой момент фиксируете стоимость? На момент проведения транзакции? На момент проведения транзакции, да. Ну, это существенно. А какой объем вообще ваших вот партнеров получается пользователем? Это как бы сотни или тысячи компаний? Мы говорим про сотни. Мы говорим порядка 600 бизнес-клиентов. Это и платформы, которые там агрегируют несколько брендов. И это какие-то софтверные провайдеры, которые интегрируют нас и передают потом своим клиентам это решение. И точно так же какие-то ритейл-клиенты. Вот говоря еще про одну цифру, которой я горжусь. Это в топе мы занимали 5% всего биткоин-блокчейна. То есть получается каждая двадцатая транзакция в блокчейне биткоина процессилась с нами. То есть либо входящая, либо исходящая. Мы потом сделали много очень оптимизаций. Мы в среднем уменьшили с пяти до трех. Для того, чтобы просто экономить на комиссиях. Мы группировали много чего. Но в общем цифра крутая. Но не плакали по эфировским транзакциям в начале этого года или в те моменты, когда существенно возрастает комиссия? Мы плакали и по эфировским, и по биткоиновским. Для ориентира мы заплатили 700 тысяч евро в биткоин-комиссиях в апреле. Это просто с ума можно сойти. Но какие-то оптимизационные моменты вы в этом направлении тоже предпринимаете? Вы же процессинг. Конечно, постоянно. То есть ты постоянно учишься на своих ошибках. Пытаешься учиться на чужих ошибках. Смотришь, кто что делает. Смотришь, ну, из своего опыта еще понимаешь, на какие грабли ты видел, как наступали люди. Как наступали там те компании, с которыми был опыт ранее. Ну и пытаешься, конечно, эти все грабли обходить. Но интересно, просто иногда ты сталкиваешься с проблемами, с которыми никто раньше не сталкивался. И их приходится решать, понятно, экспериментами. Они иногда срабатывают с первого раза, иногда не с первого раза. Ну, это проблема или даже сила первооткрывателей, пионеров, потому что ты впервые решаешь те или иные проблемы. Ты знаешь, у меня вопрос такой. Ведь все-таки вы обладаете, получается, большим количеством данных. И многие компании эти данные анализируют и пытаются что-то с ними сделать. Какие-то закономерности, какие-то интересные выводы из тех данных работы ваших партнеров. Анонимизировано пусть у тебя появились. Например, не знаю, в 2017 году было очень много ICO-шек. А в 2021 было очень много NFT-шек. Может быть, NFT-шные партнеры к вам подключаются и продают NFT-шек теперь больше. Ну, какие-то есть такие трендовые вещи, которые из данных, которые вы собираете, можно сделать? Слушай, ну, такой в лоб ответ нет. Мы данные анализируем пока сами и пытаемся понять, что с ними сделать правильно. Просто стоит тоже понимать, что у нас достаточно взрывной рост. И мы не всегда успеваем просто за всеми, ну, успеть за всем. То есть у нас основной фокус за тем, чтобы стабильно развивался продукт и поддерживал потребности бизнеса. Говоря вот про DeFi, про NFT, это все-таки децентрализованные приложения. И, как ты понимаешь, централизованный процессинг им не нужен. То есть это, в принципе, не целевая аудитория. Мы будем делать проекты, которые будут интересны им. Но на сегодня это только централизованные проекты, онлайн-бизнесы настоящие, которые не очень разбираются в криптовалютах. Криптовалюта для них это сугубо бизнес-решение. Ну, а из тех 600 плюс клиентов, насколько много именно крупных, больших? И насколько вы готовы работать с небольшими компаниями, предоставлять, я не знаю, маленькому криптомагазину, не знаю, футболок или чего бы то ни было, криптопроцессинговый сервис? И насколько у вас это автоматизировано? Насколько легко можно зайти на сайт и получить код? Или нужно пройти определенный путь? Да, здесь мы работаем над тем, чтобы упростить сам флоу, поскольку это все-таки финансовая деятельность, ну, финансовые услуги, согласно европейскому регулированию, то все-таки просто выдать API-ключи по имейлу нельзя. То есть это есть определенный этап онбординга, где клиент предоставляет документы в зависимости от того, где он находится, чем он занимается, какие у него ожидаются объемы. То есть если мы говорим про маленький бизнес, не вопрос, то есть у нас есть услуги для маленького бизнеса, конечно, мы с него соберем документов меньше, вот, у него риск-профиль, скорее всего, намного более понятный. То есть с маленькими бизнесами готовы работать всегда, там, большие клиенты, ну, там, которые нам приносят, там, около четверти миллиона евро в месяц, только вот одна группа клиентов, ну, которые для нас, по сути, один клиент. Таких клиентов, там, ну, два есть, ну, вот остальные, там, размазаны по всем остальным. То есть тут вопрос в том... Но это снимает фактически огромное количество рисков, да, то есть нет такого, что один основной жирный клиент, на котором весь бизнес держится. Слава богу, нету, да. Работать с маленькими – это очень интересно, потому что ты получаешь сразу лояльного клиента, которому ты помогаешь расти. Если он достаточно амбициозен, он растет, остается с тобой, а наша бизнес-модель всегда win-win. То есть мы зарабатываем только, если зарабатывает клиент. В 2017 году все было очень так странно, да. Сначала появлялись классные проекты, которые привлекали средства для своего развития при помощи ICO, а потом, я не знаю, трубопрокатные заводы или производители песка, или тебе, наверное, тоже, ты помнишь эту историю с банановыми коинами. Люди, в общем, все, кто не попадя, решили делать ICO, потому что это классный был способ, казался очень простым – привлечение средств. Вот я знаю, что вы выходите на рынок DeFi, вы выходите на IDO, это такой децентрализованный способ сбора средств для существования проекта, для поддержки его, для продажи доли. Вот в вашем случае, что это такое? Для чего это вам нужно? Не притянуто ли это за уши? Да, смотри, вопрос очень классный, я на него в последнее время отвечаю крайне часто. IDO, к сожалению, это и способ сбора денег, и способ запуска своего актива на блокчейне. И дело в том, что нам в данном случае не нужно собирать деньги. Если бы был способ запустить его, не проводя IDO, я думаю, что мы бы это сделали. Но, к сожалению, это самый проверенный, самый понятный способ. То есть нам, чтобы запустить что-то, нужно немножко его вначале кому-то продать. Но, соответственно, большинство брендов, когда проводили ICO в 17-18, это был чистый фандрейзинг. То есть в проекте нужны были деньги, чтобы что-то запустить. С IDO ситуация похожая. Многие приходят с идеей бизнеса и говорят, мы хотим вам продать что-то, а потом это что-то будет в чем-то там работать, в каком-то проекте, который мы разработаем и который заработает. В вашем случае же это не так. У вас уже есть продукт с огромным релизом. В том-то и дело, что у нас есть прибыльный растущий бизнес с понятной бизнес-моделью, но нам нужно запустить свой эссет по нескольким причинам. И инструмент его запуска – это IDO. Соответственно, все, кто смотрит на это IDO и пытаются понять, насколько там проект перспективный, они упираются в то, что это уже существующая большая компания, в которой много человек и которым не нужны деньги. Поэтому тут интересно, да. Ну, я правильно понимаю, вот ты тоже поправь, классическое IDO – это небольшая доля проекта, которая продается, небольшое количество токенов проекта, которая продается, создается такой немного искусственный ажиотаж, и потом люди, чувствуя, что проект действительно перспективный, идут и покупают его, и поэтому участники IDO действительно могут неплохо выиграть. Это не является инвестиционной рекомендацией, но тем не менее. Слушай, этот рынок, он работает именно так. Вот эти вот IDO-хантеры, как их называю я, и еще некоторые люди, то есть они выигрывают какую-то лотерею, создают сотни аккаунтов, чтобы эти лотереи на аллокацию, это вот так работает, да, чтобы купить, тебе нужно выиграть лотерею. Покупают там, допустим, условно на 500 долларов, и завтра продают в 10 раз дороже. То есть это флиперы, так называемые. Сегодня купил, завтра продал. У нас просто модель этого IDO сделана так, что люди не смогут продать завтра. Вот, то есть возвращаясь к вопросу, продаем мы порядка 20% всего количества этих CPD, так будет называться этот актив. Вот, и на публичном раунде, соответственно, просто людям на свободном рынке, мы продаем там, ну, буквально 3%. То есть до этого мы ингейджим фонды, ингейджим, ну, в смысле вовлекаем в партнерство инвестиционные фонды, действительно, которые поверят в проект. На втором раунде мы продаем клиентам, партнерам, которые реально будут его использовать, ну, вот, они будут основными потребителями CPD на первых этапах. Вот, а публичный сейл проводится скорее ради комьюнити. Ну, для того, чтобы люди, которым интересно как-то присоединиться к твоему проекту, с ним поучаствовать, его поддержать, ну, у них есть возможность что-то приобрести. Соответственно, фонды – это долгосрочные инвесторы, да, то есть они скорее верят в бизнес-модель, потом с этими людьми, как правило, мы будем общаться уже про equity, когда этот вопрос встанет. Да, то есть это люди, которые поверили в децентрализацию проекта раньше других. Ну, и который горизонт планирования достаточно большой. Конечно, конечно, да. А вот те люди, которые купили на публичном, у нас токеномика работает таким образом, что они смогут продавать только в течение четырех месяцев. Соответственно, те, кто флиперы, кто хочет продать завтра, ну, просто технически не смогут это сделать. И мы таким образом показываем, что, ну, мы за долгосрочных инвесторов только. Про что ваши DeFi-сервисы будут, какой функционал они несут и вообще насколько DeFi, действительно, ты веришь в DeFi, насколько это действительно большая штука, а не хайповая, единомоментная история? Очень многоэтажный вопрос. Давай так, я, когда впервые появился DeFi, ну, я про него начал слышать где-то в начале 20-го года. Вот так вот прям стал слышать. Я в начале к нему относился скептически. Ну, во-первых, потому что было не до этого. Ну, во-вторых, не было никого, кто бы мне нормально объяснил, что это действительно такое. В начале 20-го еще было рановато, еще, ну, в принципе, чего-то существенного не происходило. Вот. И в начале 2021-го я все-таки, ну, сделал усилие, почитал, разобрался, и я понял, что, ну, это определенный новый виток развития сферы. Если ты вспомнишь, там, в 15-м, в 14-м году люди говорили, нужно привести бизнесы в крипту, и тогда вот пойдет adoption, тогда пойдет расти цена вверх и так далее. Так вот, я думаю, что сейчас мы должны привести бизнесы в блокчейн, соответственно, в DeFi. То есть, потому что бизнесы сейчас, многие бизнес-модели очень сильно зарегулированы, у них много сложностей, действительно, с ведением бизнеса, и не секрет, что они продолжат искать, ну, как вести бизнес без дополнительных рисков и без, там, дополнительного головняка, назовем его так. И похоже, что децентрализованные финансы как раз решают очень много вопросов по кредитам, по займам, по обменам, по каким-то просто децентрализованным приложениям, даже если это не финансы, даже если это просто DeFi. Ну, скажи просто, а как вы адаптируетесь? У вас все-таки централизованная изначальная система. Как вы DeFi инструменты будете использовать и как вы приспосабливаетесь к этому новому веянию? Ну, смотри, давай расскажу. У нас, на самом деле, три основные причины, почему нам нужно туда идти и выпускать CPD, да, свой актив. Нам он нужен для того, чтобы дать инцентивы нашим клиентам размещать свои деньги в DeFi протоколах. То есть мы централизованных клиентов с помощью централизованного сервиса приведем в децентрализацию с созданием определенного бриджа или гейта. Вот, и там будет CPD являться инцентивом. Причина номер два – это создание комьюнити. Мы говорили про экосистему, соответственно, для него необходим B2C продукт. Это кошелек. Для кошелька нужно комьюнити. Выпуск чего-то на блокчейне – отличный способ создания комьюнити, не просто предлагая им продукт, а предлагая им поучаствовать в проекте. И вариант номер три – это система лояльности для B2B клиентов для наших и для всей экосистемы. То есть мы будем давать им скидки за то, что они используют CPD, их мотивировать принимать CPD в качестве оплаты. Таким образом, все наши клиенты, все наши партнеры как-то выигрывают от того, что этот актив есть, и они могут им за что-то заплатить со скидкой, получить какие-то услуги дополнительные, которые без этого они получить бы не смогли. И то, что мы будем делать в DeFi, скорее уже в следующем году, я понимаю, что тренд в DeFi есть. Я как CEO, если через два года мы туда не придем, скорее всего появится кто-то, кто будет давать тебе интервью и говорить, почему у криптопроцессинга не получилось, а у них получилось. То есть запрос на децентрализацию есть. Нам необходимо делать то, что мы делаем сейчас на смарт-контрактах достаточно скоро. Технологии пока сыроватые, но в целом уже есть. Уже есть бриджи, уже есть DEXы, уже, ну, в принципе, это две основные вещи, которые нужны для того, чтобы сделать криптопроцессинг полностью децентрализованным, и, соответственно, там все обвязать вокруг того же CPD, что он является как бензином или газом для всех этих решений на разных блокчейнах. И, соответственно, вот отвечая на последний твой вопрос, говоря там про стейкинги и фарминги, конечно, это одни из инструментов, как развлекать аудиторию, и каким образом твоих инвесторов заинтересовывать не продавать эти активы. Соответственно, стейкинг, конечно же, будет. Будет выделяться определенное количество CPD ежемесячно на всех стейкеров. Будет программа ликвидити провайдеров, соответственно, ликвидити майнинг, где они будут не просто зарабатывать с yield на DEX, а еще и будут дополнительно получать CPD, ну, для того, чтобы справиться с так называемым им permanent loss. Ну, когда ты кладешь ликвидность в фулл, и токен начинает расти в цене, то если ты решишь это все забрать, то токенов ты получишь немножко меньше. И вот, и для того, чтобы людям все равно хотелось класть деньги в ликвидность, достаточно им частично хотя бы покрыть эту потерю в токенах, если он будет расти. И, ну, таких программ будет множество, то есть всячески стимулировать людей им играться в DeFi, пока мы раскачиваем экосистему этим CPD и создаем реальный, понятный спрос, который только будет расти. Ну, я уверен, что люди очень быстро самообразовываются, и поэтому людям, наверное, будет понятно, как нативно этот переход осуществить из классического мира, блокчейнового для них уже ставшим классическим, в DeFi-среду. И многие тоже сделали, на самом деле. Я думаю, что важный аспект для того, чтобы людей больше вовлечь и объяснить преимущество того, что мы все на этом рынке делаем. Кстати, Макс не поздравил тебя с тем, что вы в Дубае выиграли какую-то значимую, получили значимую такую премию. Что это, кстати, за премия была? Мы выиграли лучший платежный провайдер года. Круто. По версии IEBC. В общем, да, мы все очень гордимся. Это большой ивент, это большая премия. Класс. Слушай, ну все обычно хотят прогнозов, планов и всего остального. Я предлагаю такой summary, основные моменты нашего интервью сделать. То есть криптопроцессинг, он потихонечку двигается, все новые вещи, которые появляются в блокчейн-мире, себя впитывает и людям предоставляет. То есть вы двигаетесь в сторону DeFi, и вы двигаетесь в сторону IDO, и вы двигаетесь в сторону расширения комьюнити, экосистемы. Можешь такие основные все-таки вещи для тех, кто подключился чуть позже или смотрит не с самого начала и слушает, рассказать? Да, здесь два основных направления. Одно – это улучшать постоянно те сервисы, которые уже есть, то есть для того, чтобы конкуренты, во-первых, не могли тебя догнать, во-вторых, для того, чтобы клиенты были в восторге. Сфера меняется очень быстро, поэтому постоянно приходится для того, чтобы существующий бизнес был понятным, классным. Там очень много работы. И то, что стратегически мы делаем, это создаем экосистему, то есть мы B2B-сервисы с обменкой, с горячим кошельком, с процессингом, с софтверным решением для финансовых групп, мы добавляем более консюмерскими решениями, типа кошелька, мы делаем свой информационный ресурс, мы делаем свою криптоакадемию, то есть таким образом, чтобы человек практически с любым запросом, приходя к нам, мог бы получить и сервис, и ответ, и консультацию, и рекомендацию. То есть вот мы с ним... Такую социальную миссию, как бы в нашем высоко развивающемся блокчейн мире необходимо нести, вы ее делаете, да? Да, и параллельно мы все-таки давим за инновации, то есть параллельно вот с этими всеми вещами мы еще должны действительно разрабатывать что-то, что еще не делал никто другой. И DeFi – это вот тот фокус, который у нас есть там на ближайший год точно, то есть все-таки попробовать сделать децентрализованные платежные решения удобными для непосвященного бизнеса. Как ты считаешь, вот ты являешься тренд-вотчером таким, то есть ты же наблюдаешь на то, что происходит на крипторынке. Каким будет 2022 год, на твой взгляд? Что будет действительно круто, важно? Потому что мнения абсолютно разные, кто-то говорит про криптоигры, кто-то говорит про DAO, децентрализованной организации. Вот ты как считаешь, что будет на подъеме? Слушай, с каждым годом это становится настолько сложно. Если там в 14-м, в 15-м было легко предсказывать, то сейчас просто настолько быстро все меняется, что даже сложно предсказать, что будет через три месяца. Если бы я там ставил ставку, я бы, наверное, говорил, что мы увидим больше децентрализованных сервисов, мы увидим, что больше организаций действительно уходят в DAO, то есть действительно ставят свои какие-то принятия решений, если они требуют вовлечения других людей на блокчейн. И я вижу уже, как классические финансовые бизнесы двигаются в сторону крипты, а самые прогрессивные и даже двигаются в сторону DeFi, потому что они точно так же понимают, что они могут это упустить и уже никогда не догонят. Это 100%, и я думаю, что это должно происходить с геометрической прогрессией, гораздо быстрее развиваться, чем развивалось в предыдущие годы. Друзья, ну что ж, у нас в гостях был Макс Крупышев, CEO и генеральный директор, если говорить по-русски, самой прогрессивной и большой, наверное, компании в криптопроцессинге CoinsPaid. Максим, большое спасибо, что был с нами в эфире. Друзья, ну и что ж, самое приятное, что есть для наших YouTube-зрителей, это розыгрыш подарка от нашего гостя. Сейчас Максим сформулирует вопрос. Он, кстати говоря, находится в гораздо более комфортных и лучших условиях, чем мы. Он находится на Бали, чему мы немного завидуем. Максим, что за вопрос будет и что человеку, который напишет комментарий или ответ на твой вопрос, подарим? Слушай, давай дадим пространство для креатива и слушателям, и зрителям, и мне. Значит, что необходимо иметь в виду криптобизнесу на горизонте 3 года? Вот что, на ваш взгляд, самое важное, что вот учредителю, CEO нужно не упустить? И подарок такой, я в конце лета буду выезжать в цивилизацию и привезу что-то крутое с Бали за самый креативный ответ. Друзья, ждем ваших вариантов прямо здесь, внизу, под этим видео. Ставьте лайк, если видео оказалось для вас полезным. Обязательно подпишитесь на канал, для того, чтобы не пропускать новые выпуски. Надеюсь, они принесут вам пользу. С вами был Владимир Смеркис. Увидимся на канале совсем скоро. До скорой встречи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok